Убийство произошло накануне в этой трёхэтажке на улице Энергетиков. В нехорошей, как говорят соседи, квартире на первом этаже. Молодой мужчина во время ссоры нанёс несколько ударов ножом своей знакомой. От полученных ран девушка скончалась на месте. При этом никто ничего не слышал и не видел. А вот вчера-то смотрю в милицию, и всё. Тихо. Если что, я бы вызвала. Только что сказали сестра, что каких-то друзей не может выселить. И среди ночи, в два-три ночи, двери колотят, все просыпаются, соседи. Тут недавно что-то они подожгли, весь подъезд был в дыму, я проснулась, соседка с третьего этажа выскочила. Тут вообще занавес, вонища, что-то они там сожгли или жгли, не знаю. У неё пожарка приезжала, вплоть до того, что открывали окна, всех жильцов звонили, отбудили. Короче, не общалась, старалась вообще не общаться. По информации следователей, после того, как девушка скончалась, мужчина вскрыл ей грудь, извлёк лёгкое сердце, которое начал варить. Потом он сам вызвал скорую и ударил себя в грудь ножом. Он вызвал скорую помощь, приехала скорая помощь, обнаружила одно тело, частично расчленённое, и мужчину с ножевым ранением. Всё, он дверь сам открыл. В ходе расследования уголовного дела будут устанавливаться все обстоятельства совершённого преступления. Будет производиться сбор характеристик на потерпевшую подозреваемого. В настоящее время назначены и проводится ряд экспертиз, опрашиваются соседи, свидетели данного преступления. Подробности этого происшествия рассказала сестра владельца квартиры. По её словам, всё это совершил знакомый её брата. Сам он сейчас в командировке и на время своего отсутствия разрешил пожить в ней своему приятелю. Когда меня вызвали туда, он мне позвонил, сказал, вызывай скорую. Он мне сам лично позвонил, который проживал там по имени Алексей. Он мне позвонил, сказал, вызывай скорую, у меня полисная скорая. Когда я прислала туда через 10 минут, я увидала этого Алексея, он сидел на диване. Его уже скорая перемазывала. Потом я вызвала оттуда полиску. Он ещё с неё тучит, говорит, я рассказала, что вырезать сердце. Я, говорит, вырезал. Они спросили, а где со мной сердце? Он говорит, что оно варится, а никто не поверил. Потом посмотрели в кострю и действительно скоро увидалось, там сердце варится. По версии полиции, мужчина в момент убийства был в состоянии наркотического опьянения. Подозреваемому придётся пройти через ряд экспертиз. Специалистам нужно убедиться в его вменяемости. Хотя, по мнению психиатров, маловероятно, чтобы к такому преступлению могло привести какое-либо расстройство личности. Чтобы в психическом состоянии такое совершить, я не помню каких-то эпизодов за свою практику. Работал я, где-то, 34 года психиатром. Значит, не характерно. Возможно, теоретически, при длительно текущем, в каком-то бредном состоянии и больной под воздействием бредовых синдромов мог что-то такое совершить. Но если он уже давно обратил на себя внимание. Первое, что, конечно, приходит к тому, что такие действия характерны, наверное, больше всего под воздействием каких-то наркотических, синтетических препаратов. По факту произошедшего, следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье убийства. Наказание по ней от 6 до 15 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится в одной из городских больниц, куда его доставили в тяжёлом состоянии. Мужчина содержится под охраной. Сергей Сеславин, Алексей Гусев. Новости.